Короче, я тут реально такую устроил рубрику, затеял, типа, летсплей по заявкам, наверное, я это назову, не знаю. Короче, я вчера сет еще сказал о том, что мне досад сказал пройти диджей бой, я попытался и записал, и говорю, типа, у тебя есть шанс дать мне, ну, типа, заказ на какую-то игру, которую... О, смотри, это он сам делает, я сейчас не играю. Вот, собственно, меня вот это заинтриговало, он говорит, клиффхенгера пройди, ну, или поиграй хотя бы. Так что вот это, типа, по заказу зрителей игра, короче, я про нее мало что знаю, я только начало включал когда-то и все. Но потом я вчера видел ее в видео о всех играх сеговских по фильмам, и там ее упомянули, и там показали, вот, собственно, вот эти пещеры, там, о том, как он лазит по скалам, и я думаю, вау, так это не только битэмап, то есть тут разные геймплейные фичи есть. И любопытно стало, и Сэн говорит, что у него эта игра в детстве была, короче, и, типа, я так понимаю, он мне ее дал, чтобы я, типа, понял всю боль, помучался тоже. Ну ладно, погнали. Я добавляю максимум жизни. О, тут хоть не так громко, потому что музыка что-то и так себе. Ага, кого-то надо спасти. Еще Сэн говорит, что тут, короче, он мерзнет, а в фильме не мерз. Ну, точнее, я не видел просто ни фильма, ничего. Я вообще про Сталлоне мало что знаю, кроме того, что Нюрд делал обзоры на Рэмбо и рассказывал о том, что, типа, первый Рэмбо прикольный, ну и Ферст Блад. Ну, я вообще ни одного фильма, наверное, с ним не видел. Рокки разве что, да, вот, все, что я знаю про Сталлоне, это Рокки. Окей, короче, хунит за плот. Хорошо. Так, я так понимаю, это битымап, да? А, ну, а, фак. Так, это нога. О, это рука, окей. Сразу же, главное, управление точно такое же, как Диджей Бой. Блин, я сейчас заметил, что даже интерфейс такой же. Это не может быть совпадением, знаешь ли. А, фак. Так, что мне именно два раза подряд задают, так сказать, битымапы голимые. Причем, я не так, чтобы сильно и фанат битымапов. О, смотри, он ножи взял. Ага, он у него. Спрятал, главное, зачем его прятать? Это сейчас такой дилей. Ага, бегать можно? Так, сейчас вперед утвергни. О, классно, можно бегать бесконечно. А, фак. Так, вперед-перед удар хочу. О, можно, да, это как рывок такой. О, так нормально. Тут механика немного лучше, чем в... Так, а ну... Ага. О, можно выкинуть все-таки. Ай, бэр. О, еще один. О, класс. Тю, так прикольно все. Я же говорю, я не особо фанат битымапов. Хотя, Стритс оф Рейдж, естественно, у меня второй. Одна из любимых игр. Но... Эм... Все подряд я активно не выискиваю. Ого. Блин, он так долго на жизнь, ну, ложит обратно. Это прям мешает. Так, так... А если вперед-перед, бэр? Не, нельзя. Вперед-перед прыжок, удар. Прыжок, удар. А, ну, это обычно вниз удар. Вверх. Вперед-перед... Назад вперед удар. Окей. А если я бэр? Ну, нет, он кидает оружие. О, так это будет легче, чем DJ Boy. Потому что там как-то совсем все сломано было. Это видно, игра более такая продуманная. О, тут можно прыгать даже. О, тут надо разбежать. Вау. Тю, так нормально. Еще и отзывчивое управление. Неплохо. А! А чё его... Его что, Гейб зовут посередине? О, факт. Тут... Ага. О, я там же продолжаю. Тю. Ха. Они когда за экраном, то они не исчезают. Эээээ. Ладно, возьму нож. Он достаточно мощный. Эх. Ага, тут все-таки немного как Golden Axe. Ах, и как Battle Toads, когда парализуют во время боя. Когда тебя бьют, в смысле, ты ничего не можешь делать. Так, я этот выкину. А, ну тут вроде как у ножей здоровье бесконечное. Здоровье. О, тут даже можно в воздухе разворачиваться. О, прикольный рывок пытают, он полезный. Вообще, кстати, вот... А, фак! О, 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 повезло. Я по инерции прыгнул просто так. А, не, нельзя разворачиваться все-таки. Ха. Блин, надо было башку ножей. Ого! О, я был... Ого, из жизни уже закончили. Тут это опасно. Я тоже так хочу делать. О, вау! Это А и Б. Такая именно. Да, кулаками не очень прикольно. Я тогда наберу лучшим... А, ножи. Такое, конечно. Я на самом деле хочу немного доиграть до тех уровней, где... Так, и сейчас вот эта подсечка... А, у меня здоровья нет. Это все-таки отнимает. О, есть. Хочу доиграть до того места, где надо будет по скалам лазить. Потому что... Я даже не знал, что тут раз... О, вот! Разные типы геймплея. А, вот он типа греется. Получается, то есть на морозе у него здоровье отнимается или... О, вот! Полез! О, ну вот все, я доиграл до сюда. Можно дальше не играть. О, вот эти вот, я так понимаю, либо вниз стреляют, либо по диагонали. Да, я увидел это в видео и думаю, вау! Ну, сразу заметил, что тут паттерны такие четкие. Еще мне вот это, собственно, напоминает игру, естественно, Heart of Darkness. Там же тоже очень много надо лазить вот так вот. А, фак! Ага! Оу, щет! Подожди, их так много! А-а-а! Еще два удара и все! Ага! А их бить можно? О, так тут нет ударов. Я по привычке, как в Battletoads, хотел их побить. Так, ну это, наверное, тут. Сейчас. Бэм-бэм. Погнал. Ой, блин, он попадет по мне. Сейчас, сейчас, тихо, тихо. А-а-а! Блин! По рукам стреляю. Попробуй туда-тут. О, тут можно быть. Так, сейчас, сейчас. А-а-а! Тихо, тихо! О! Блин, сложно. Он еще медленный такой. Это не весело. Так, а тут ускоряться нельзя? Нет. О, нормально. Dead Zone. Так, теперь вот так. Сейчас, чуть-чуть вниз. О! Оу! И этот снизу. О, фуф! Хорошо, так, сейчас, сейчас, тихо, тихо. Блин! О! Ну, так. Хорошо, что хоть, ну, можно предвидеть, что два выстрела. Сложно. В основном из-за того, что их нельзя бить при этом. Ну, ох, ох, все. Вот у битэмап бы и был. Ой, он, типа, греется. То есть у него задача от костра до костра бежать. Оу, фак! Это я уже играю, окей. Просто на демо там это показывали и... О! Достаточно просто управляется. А-а-а! Блин, я в шоке с того, насколько сильно оно на диджей-бой похоже. А-а, фак! Блин! А, ну да, оно с первого, да. А, он сам бежит, окей. Тут не надо. Просто мне два дня подряд задали битэмапы галимые. Как бы, это, ну, такой намек. А-а-а, все, последняя жизнь. Не-не-не, 7. Окей, 0 тоже считается. По-моему, не останавливается. А-а-а! Тут, как бы, если уже споткнулся, то все. Да, континью. Если сейчас с первого уровня начнется. Да! Это все один уровень был? Блин. Я так не играл. Вот, реально, везде одна жизнь. Тут хоть и якобы технически это называется континью, но все равно, по факту, одна... Ну, с самого начала играть. Ах. Честно говоря, я немного жалею, что формат такой придумал, как бы, потому что... Лучше бы я в что-то нормальное сейчас играл. Вот мне, например, комик-зону захотелось ни с того, ни с сего записать, потому что все говорят, что она сложная, но... А, подожди, я, по-моему, записывал недавно, кстати. А я немного поиграл и, как бы, хотел доказать, что она несложная, и умер сразу же. О, фа... Ого. Похоже, тут музыку в джемс сделали, потому что он так, как бы, знаешь... Звуки вот эти... Узнаваемые очень. Причем, я же говорю, все так, ну, как бы, наговаривают на джемс драйвер, но... Вектормен в нем был сделан, я в шоке был, когда узнал. И, ну, аэро тоже. То есть, неважно, какие звуки как используются, или, наверное, важно, какие звуки они использовали. Ну, в общем, есть и хорошие саундтреки в джемс. И там, вроде как, можно менять сигналы. То есть, там просто пресетов много, и некоторые не хотели их менять. Я не помню, кстати, как именно, но я запускал джемс. Это как отдельная программа такая, ну, как, вне. Это не VST, а именно стендалон приложение. И оно больше на трекер похоже, вроде как. Я уже забыл. Но я помню, я... Э! А если я... Ага, такая, бесполезная. Так, вот тут платформа. Да, платформа тут такой себе. Там дальше можно... Надо будет много прыгать. Ааа, вот этот. Ну, это классно, что тут на том же месте продолжение. Да, потому что такая себе игра. Если бы у меня в джемс-те она была, я был бы не особо рад в нее играть. Вообще, ведь демапов не так много на сеге. Ну, вот мне вот этот своей анимацией такой слабенькой напоминает игру... Рун Арк или... Как она еще называется? Г... 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 Сейчас. Граул. Гровл. О, костер. Сейчас пропасть. О, все. Здоровье бы восстановить, знаешь ли. О, спасибо. Так. Ааа, ого, он прям там, ого. Так, так, так. Тут лучше не останавливаться, похоже. Окей. Блин, он по диагонали так долго ползет. Ааа, нет, нет, нет. Нес, 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 нес. О, нижний уже не стреляет, благо. Так, медленно. О, есть. Дурная игра, честно говоря. Вот такие вот, у меня Battle Toads за это не нравился, что ты... Вот когда просто бегаешь, бьешь всех, это классно, это весело, это битэмап, геймплей, круто. Как бы, Street of Rage весь такой и хорошо. А потом в Battle Toads, когда начинаются вот эти турботоннели, потом всякая вот эта непонятно шо. Кстати, R2G мне за это вообще сильно не нравился, второй особенно, потому что там ни одного уровня нормального нету. То есть там все время меняется геймплей, как бы, они не знают, на чем они хотят сфокусироваться, и получается, что попал. Блин, как это запомнить? Вот эти уровни, это вообще, это даже не начинай, как говорится. Окей, так, вниз сначала, потом вверх, потом вниз, наверное. Теперь, не знаю, вверх, ага. Так, он еще не останавливается. Так, 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 вот тут можно... Ааа, один раз упал, все. Так, экран, если бы немного ниже был. Так, 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 вниз, вверх. Ааа, все, последняя жизнь. Окей, вниз, вверх, вниз. Сейчас вниз, да? Так. Нет, вверх, окей. Вниз. Пиздец. Эээ... Ээээээээ... И титры показали. 93. Вот, кстати, та же беда с уровнем в Catrond Island. Там тоже первый уровень классный, бетэмап такой... там всех... О, это по-моему та же фирма Sony ImageSoft. Они сделали вроде Дракулу и... Ээээ... Не, Catrond Island это не они. Включай уже, кнопки не работают. Ээээ... И потом начинает этот уровень, где ты едешь в тележке и врезаешься в камни во всяких там троллей, так... таких себе. И, блин, игра там заканчивается, потому что невозможно вовремя среагировать. И тут то же самое, как бы, вот, зачем такие уровни делать? Я знаю зачем. Чтоб нельзя было игру пройти за час. И это обидно, потому что, ну, как бы, вот ретро игры, они ж ценятся и по сей день, как бы, в них ходится играть. Потому что в них классная графика, музыка, стиль. То есть, они в них свой, как бы, такой, знаешь... Они как отдельный жанр. Ну, когда их вот так вот искусственно усложняют, то это их делает, как бы, не такими accessible. Типа, продукт своего времени и все такое, ну... Эээ... Просто обидно. Вот, кстати, сейчас вот выпустили Король-Льва и Аладдин на такой коллекции, типа, два в одно. И там всякие дополнительные материалы о том, как анимацию делали, там всякие, ну, как, закулисные истории и все такое. Прикольно. Ну, чисто коллекционные издания. Ээ... Но даже там второй уровень исторически известен тем, что его невозможно пройти за раз, потому что там такая, типа, комбинация из обезьян, на кого надо рычать, на кого надо, ну... Кого надо крутить, кого не надо. Такое дерево с обезьянами, короче. И оно служит, по сути, таким блоком, чтобы нельзя было дальше за игру дойти, как бы. Это так по-читерски вообще, так хитро и дешево. О! Все, первая жизнь закончилась. И мне интересно просто, в новой версии оставили это или нет, потому что они якобы добавили там удаленные уровни, там какие-то звук восстановили, там, ну, типа, чисто режиссерская версия получилась. Такая семья. Эээ... Ну, единственное, что я вот узнал, что там, получается, можно... Так, сейчас. Ммм... Делать так, чтобы the game was playing itself, John. Сейчас, тихо-тихо. Ммм... Ну, в общем, там есть кнопка, чтобы игра сама играла, то есть можно ничего не нажимать и смотреть как видео. А потом в определенный момент возвращаться и продолжать игру с любого момента. Ну, как читерство такое, доведенное до абсурда. Но! Это может помочь как раз в том уровне, в котором непонятно, что надо делать. Хотя! При этом я в детстве, я помню... Ну, у меня был картридж с королем двум. Сейчас почему-то нет. Я его поменял на что-то еще. О, все, кстати. Тут уже костюм. О, нет! Блин! И сейчас тут вот еще шлистник заканчивается. Мне нужно как можно больше их для вот этого галимого тоннеля. Ледяного. И... Так, я о чем-то недорассказывал. Я забыл уже. В принципе, без разницы уже. Так вот. А, и да. У меня в детстве был картридж с королем львом. И я каким-то образом, то есть, ну, проходил этот уровень с обезьянами. То есть, я каким-то, ну... помню, что... Так, сейчас... А если вот так... И теперь... Блин! Та... Ниже, ниже... Все хуже и хуже играю. Наверное, лучше отойти в сторону. ... А что я... Иногда падаю, иногда не падаю. Так, надо вот тут и начать. Последняя жизнь Я даже не дойду до вот этой горки Дурацкой Класс, вообще вы такие молодцы Я попросил вас выбрать игру, которую записать И вы выбираете самое голимое Самое то, что приносит боль Ну почему вы такие добрые Друзивки у меня такие хорошие Классно было бы Если бы на моем канале были зрители И можно было реально попросить Выбрать игру подписчиков Но у меня нет подписчиков Усложняется задача Но я сделаю на всякий случай Видеозавлекалку Я просто уже делал, я когда-то говорю Какие игры на PS1 посоветуйте поиграть Ноль За неделю Я в итоге его и убрал Потому что как бы Так И сразу погнали Ни с того ни с сего Окей Так Можно останавливать Нет Так Пизу Щи Дурацкие типы Блин Уровни Недоуровни Понятно теперь Чего эта игра не очень Еще была по фильму По какому-то Не судья Дредд А Панишер По-моему Он тоже Битыма Мне кажется Следующая игру Которую мне скажут Пройти Это будет именно Панишер Кстати да Если кто-то смотрит это Вдруг вот так вот Вне контекста Просто каким-то образом Вдруг Решил посмотреть Летсплей на эту игру Которую я первый раз вижу Короче говоря Пишите в комментах Какую игру еще записать Я реально Ну мне Оно классно Оно просто прикольно Именно Запускать игру Которую вообще ничего не знаешь Про нее И типа ну Оно из зоны комфорта Позволяет выйти И действительно Интересные такие реакции Получаются То есть То во что я бы обычно не играл Потому что у меня есть свой список игр Которые мне нравятся И которые я планирую записать Но не все из них Всегда хочется играть И я их как бы знаю уже Но от этого не прикольно А вот Короче говоря Пишите Что бы вы еще хотели Чтоб я поиграл Помучался Прежде чем вы это напишите Dark Castle я уже играл И он мне нравится при этом Так что Nice try Я на самом деле Да У меня странно То есть допустим Молодой Индиана Джонс Это одна из моих любимых игр Нынче Ну типа Из недавно найденных То есть Или Эрнст Эвенс Эрнст Эвенс Я играю не иронично Ну то есть Я знаю что там Механика не очень там Сломанная Физика и все такое Но блин Мне она нравится Все равно На серию все равно Хватает таких игр Не очень хороших Поэтому Это как Это именно как Best of the worst То есть Как знаешь Torturing ourselves With bad movies Только это Bad games Ну как Нерд в общем На самом деле Да Я сейчас понял Что я реально Играю обычно Во все такое Ну более-менее Нормальное Типа безопасное В том смысле Что знаю Что оно хорошее Блин От этого уклониться Почти невозможно Так А вот этот Спецудар Отнимает Отнимает здоровье Вот я увидел Сейчас Ох и имя Гейб Так себе Оно как не соответствует Когда я думаю Сталлоне Я не думаю Что он Гейбрил Так Последний хп А все Кстати тут здоровье Не восстанавливается О То есть то Так Ну тут я более-менее знаю Тут короче Надо сейчас По правому краю Ползти Либо Ближе к середине Да Наверное пока Тут пойду Тихо-тихо А Сторон Он же еще долго Так вот это Кстати Это мне напоминает Global Gladiators Классная игра Нет ладно Окей Я реально хотел сказать Никому не советую В нее играть И сразу сказал Классная игра Поиграй На самом деле Нет не могу Даже обманывая Посоветовать ее Никому Или в шутку Так О Такой огромный Вот это кстати Беда Многих игр В том что Как бы знаешь Если спрайт Слишком детализированный Огромный То Ну Легче в него попасть Естественно И В большинстве Сеговских игр Это проблема И вчера я кстати Смотрел обзоры От того же Ну Сега Lord X Я сейчас нашел О класс Четыре жизни И Сейчас Сейчас Тихо А тут паузы О есть Фуф И у него Короче Был еще Один список Видео Об играх На Master System Которые выпустили Уже после того Как Sega Genesis Появилась И там было Об игре Этот Как оно там А И SWAT Она короче Немного другая На Master System Мне захотелось Прям в него поиграть Я может даже сейчас Когда Устану в это Пытаться играть Может запущу Master System Игры какие-нибудь Позаписываю Потому что Это Интереснее Скажем так Друзья у меня Молодцы Просто Выбирают мне Самые голимые игры Кто-нибудь Кто Напишите Короче Кто это смотрит В комментариях Нормальную игру В которую Я бы поиграл Не то что Я не знаю Во что играть На Sega Но А ладно Типа Да В то что Я бы не играл Но в то же время Может не слишком Плохое Может кто-то знает Так Низ Мер Низ О вот О-о-о-о Я нашел ритм Нет-нет Нет Так Окей Я запомнил Пример Он сам Бежит По сути Я могу Только прыгать О-о-о Есть 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 Ну-ну-ну-ну-ну-ну А-а-а-а Окей Я более Меня запомнил Так Сейчас Вниз Вверх Дурацкие уровни Вот эти Это вообще Такой бред Вверх Вниз Вверх Вниз Прыжок Нет-нет-нет-нет Там немного Надо позже Так Вниз Вверх Вниз Почти как Турбо-туннель Это не комплимент Блин О-о-о Нормально-нормально-нормально Беги-беги Так Последняя жизнь Все Я сейчас прохожу Так, вверх, вниз прыжок, вверх аааа Аааа �� Самое начало проходить Это такой бред, почему нельзя вот с того уровня, где он начинает бежать Какая разница как бы О, это у меня жизни закончились, континью уже не дают Ну ничего That's bullshit Стар Блин, чё хоть сейчас? Дурацкие игры, вот реально, ну зачем Ну хотя я когда-то хотел поиграть немного в эту игру Но не настолько По фильмам на самом деле игры Ну реально, не все хорошие Точнее даже, ну Я просто из-за того, что в 90-е почти никаких фильмов не смотрел То все, что по вот таким вот боевикам Типа Робоклопов, Терминаторов, там Рэмбо, это для меня настолько Чужая тема, вот реально из таких фильмов Именно из боевиков дурацких, вот этих на кассетах Я видел в детстве только Чужой 2 Не, Хищник, Хищник, блин, да-да-да, Хищник Предаторс, в смысле Предатор 2, ну там где в городе Там где метро Прикольный фильм на самом деле Ну мне он до сих пор нравится Потому что первый Предатор я не видел До вот недавно буквально Я даже не знал, что есть первая часть А второй, оказывается, считается плохим Но мне он нравится больше Ну это ностальгия, наверное А вот Рэмбо, допустим, я вообще не видел никогда И, ну, Терминатора 2, понятно Все обязаны были смотреть По телевизору его показывали Причем всегда по телевизору Вот сколько я себя помню Показывают только вторую часть Потому что, ну, все знают, что она лучшая И все такое Но первый тоже прикольный фильм И я всегда удивлялся Почему первого не показывают И один раз буквально мне повезло Когда мы были в гостях Там показывали по телевизору Первого Терминатора И там он в конце полностью роботический Ну, как аниматроник такой ходит И я думаю, вау, вот это круто Блин, если бы весь фильм такой был Если бы он весь был железный А не как, ну, просто Шварценеггер С железом на лице Это не так прикольно То есть мне в детстве хотелось увидеть Полностью железных роботов Вот таких вот годящих Я даже не замечал, что там это Ну, как бы Искусственная графика И все такое То есть мне В детстве убедило это все Но я же говорю Я только кусочек этого фильма видел А недавно пересматривал Более-менее так Первого Терминатора И хорошо То есть мне первый тоже нравится Второй тоже классный И у меня на самом деле С фильмами интересно У меня такие как разные фазы Ну, в детстве, понятно Кассеты там давали В классе Мне Матрицу давали Посмотреть там всякие вот эти вот Шон Остин Мафия Там вот эти вот пародии На все фильмы Потом еще Фрайтенер Страшилки С Майклом Джей Фоксом Там про приведение Офигенный фильм Еще кучу всякого Ну, короче, в детстве Я смотрел кассеты Потом У нас Когда появился DVD-плеер То я там Немного смотрел еще На сборниках Всякие Фильмы Но так Не сильно Потом Некоторое время Я перестал смотреть фильмы Прямо вот вообще Ничего не смотрел Вот прям Ну вот По-моему с 2007 года И до 2012 Я вообще ничего не видел То есть Пропустил все фильмы И Только потом В 2012 Когда я начал смотреть У Джеймса Рольфа Его обзоры на фильмы На Синемасакр На его сайте Основном там Получается Он делал Он по-моему Сделал как Сейчас Ну обзор Топ-50 своих фильмов И Когда он начал Обисывать Сюжет Терминатора Как будто это был фильм Который никто не видел Меня это так прям Ну подкупило То есть Я как Это заставило свежим взглядом На эти все фильмы Посмотреть по-новому Потому что Действительно Все так уже привыкли Что это такое Культовое что-то Что типа Все знают эти фильмы Все такое Но если вот так представить И смотреть на них Как на что-то Самодостаточное Не как Культовая вещь Которую все обязаны Знать и все такое А как просто фильм Он говорит Типа Молодой там Пацан пытается Встречать робота И я говорю Вау робот Это не Арнольд Шварценеггер Играющий Терминатора Всю жизнь А Какой там Ну рандомный робот То есть понял Типа как объективно Когда смотришь на фильм То оно заставляет По-новому на него посмотреть И это было для меня таким Озарением Я тогда вот пересмотрел Все фильмы И вот это вот у меня Как второй был Такое пришествие Смотрения фильмов В 2012 году Когда я все смотрел На английском Потому что я уже Как бы Без субтитров Понял что я могу Смотреть фильмы И поэтому пересмотрел Даже все что видел До этого Чисто в оригинале И это было таким Классным периодом Когда я все Посмотрел реально Ну и старые фильмы Я тогда смотрел А сейчас вот опять Такое какое-то Затишье Я особо не смотрю То есть вот Все что я смотрю Я сразу обзоры делаю То есть так Сейчас вниз Вверх Вниз Вверх Ааа Вот тут Мне надо О Окей Там надо чуть-чуть позже Окей Я понял Тут можно раньше прыгать Ааа Прыжок О есть Прыжок Сейчас по центру Вниз Ааа Нет Нет Так Окей С каждым разом Все дальше и дальше Так Вниз Узнаю Запоминаю Окей Ну он очень далеко прыгает Надо это учитывать Ааа Вот тут Тут надо Нет Прыгай Прыг Ммм Сколько у меня жизни Две Окей Да Это чисто Как турботоннель Ааа Ну 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 Ааа Он не прыгает Я думал Он сумер Сможет Оббежать Немного Вниз Такие добрые Советуют Мне Всякие Булшит Играть Так О Низ Вверх Вниз Прыжок 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 Есть Но 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 Это был уже конец уровня Там была пропасть Которую надо было чуть-чуть наверх Я добежал до конца О Есть кончин А нет Ничего не поменяет Факинг Так Сейчас Пока я Это я ресетну Потому что Это слишком Блин Ресет Окей Я запомнил Там вниз вверх Ну там все Более-менее Так логично То есть Это не как в турботоннеле Когда знаешь Две Стены Потом еще Три Потом крысы кидают В рандомном порядке Вот так вот Это еще более Буллсфит А вот это Да Ой И кстати Вот насчет Вот этого Среднего периода Ой подожди Три жизни Это мало А вот это я Тупанул Так Ну ресет Еще раз Тут нельзя скипывать просто Так вот Во второй период Когда вот этот Был такой переходный период Между кассетами И DVD Когда я Ну у нас Короче там был конкурс И я выиграл Ну домашний кинотеатр Так называемый И на нем Потом мы смотрели сборники И на одном из сборников Были Назад будущее Я помню Я посмотрел так Все По-моему уже по DVD Хотя я вроде И на кассетах смотрел Так все И Тогда же Я получается Увидел Звездные войны Собственно Это уже было Ну после 2000-х годов То есть Я их не в детстве увидел А именно так Кусочками Такими непонятными Уже потом Уже после того Как у меня Сега была То есть Уже лет К 15-ти Наверное Поэтому наверное Оно мне так никогда Особо не Не было чем-то таким Родным Или типа того Или вообще просто Оно мне объективно Не очень нравится Ну кстати Когда я потом У Джеймса Посмотрел обзор На Звездные войны На все И он рассказал О том что они были Вдохновлены Всякими там Сериалами Которые перед Кинотеатром Показывали Там не связанными То есть Они не были опять же Таким чем-то Что если ты не смотрел То ты прям не жил И таким культурным феноменом Когда ты просто Смотришь на вещь Объективно Без привязки К ее культурному Влиянию И всему такому То оно круто Ну в общем Мне так больше нравится Когда не зная О том что это Оказывается там Что-то крутое Или оверрейтед Или типа того Но Стар Ворс По сути оверрейтед Потому что Это были такие Несерьезные Такие как знаешь Комиксы считай И даже сам этот Лукас не знал Что из них что-то получится Это так только Адвенчер такая Набравшая в себя Кучу разных влияний Там вот эти вот Самурайские сражения Там Оу Вестерны и прочее Блин Так глупо Когда так на это Смотришь То круто И я вот тогда Посмотрел Все Стар Ворс Тоже Я вот эту Анальтерд Трилоджи Нашел Там где Компьютерная графика Не добавляли Всякий пушет И тогда Вот мне реально Понравилось То есть Я в детстве Когда смотрел По-моему Только шестую Шестую часть То я помню Лес Вот этот И все А потом Когда я посмотрел Уже сам После того Как начал Обзоры Всякие Смотреть на это Все То мне понравилось Как раз Вот этот Аспект отношений Персонажей Друг с другом Там как Харрисон Форд Шутил Над этой Ну над принцессой Типа Your worshipfulness И прочее Или как Люк Тоже такой Все время Жалуется Смешной Или Йода Там вот эти все Ну то есть Крутые персонажи Оригинальная трилогия Мне нравится Приквелы Я кстати Вот насчет приквела Получился Такой подкаст Об Фильмах Всех Но я просто знаю Что Сет В теории Будет это смотреть Поэтому я Про фильмы Как раз Есть возможность Рассказать Немного Насчет приквелов На самом деле Я Самым первым Увидел Из Звездных войн Как раз Первый Первый эпизод В кино Мы ходили с папой И это было круто Он мне понравился Все смеялись Джорджа Бинкса Никто Я даже не знал Что это может Кого-то там Бесить Или раздражать То есть Наоборот Я помню Выходят все Из кинотеатра И такие Миса Не не Миса Это на английском Моя твоя Не понимаю Они же перевели Так по глупому Как типа Как будто он плохо Говорит по русски И от этого Смешнее даже Получилось То есть То есть Мне первый эпизод В этом смысле нравился А второй Третий Я вообще не смотрел Ну в кино Нет Третий Мы посмотрели С братом В кино На море И Когда мы вышли Из него Он говорит Не Он говорит Сейчас Он выходит И говорит Третья часть Была лучше Потом такая пауза Я говорю Это и есть Третья часть И такая Опять же Неловкая пауза Ага То есть Если именно В руку попадает То падает Это все Что я помню Про третий эпизод Я не помню О чем он был Потому что Мы смотрели Ну как бы Мало лет Нам было И Сейчас Я хочу Чтобы второй Насел стрелять О Да Когда по животу Попадает Это не страшно То есть Надо подставлять А нет Все равно Блин Не хочется Тратить Все Ну и короче Приквелы Я особо Не смотрел То есть Вот вторую часть Я реально пропустил И мы посмотрели Буквально недавно Мне Брат кстати Как раз Включил ее Мы когда на даче Были Нечего было Смотреть И он на ноутбуке Включил И мы посмотрели Тогда Как раз Второй эпизод И Зомбиленд Еще мы тогда Посмотрели Нам просто Надо было Короче Не спать всю ночь Чтобы потом В три часа Пойти Помочь Там бабушке Отвезти на рынок Овощ Или типа того Это было прикольно Такая как квест И мы Лимбо Кстати Тогда же Прошли На ноуте И это было прикольно Потому что Когда играешь Не сам в Лимбо А именно Вот так вот Ну как бы В контексте того Что его можно пройти И что это не какая-то Там культовая игра А именно просто For fun И головоломки Вместе решать Тоже прикольно В этом смысле Так блин Неудобно Раз два Раз два О И шо И он Он неубиваемый Класс Хитрый Что вообще Никак Да Вообще Шарап А у нас звук Такой будто Он по нём попадает Но ничего не происходит Вау Это глупо Ну О Все Две жизни Мне не хватит Там так сложно Ну ладно Я примерно помню Там пара мест Было таких глупых Слимон восстанавливал А он восстанавливал Это окей Погнали Так Вниз И Вниз Пры 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 О Ммм Он еще на прожение Такое И тот факт Что нельзя остановиться Тоже так Не способствует Тому Чтобы думать В это время Нет Каждый раз Так Опять еще раз О Нулевая жизнь Так Я рано Рано Думаю Что там еще Это Надо Сначала Все О О Низ Прыжок О О Сейчас Ну Ну Там Почти Коман Так Все Я скипываю Я хочу Бескотин Спасибо Что заказали Эту игру Сет Там Еще А Я хочу Дойти Хотя бы До пещер Я хочу Увидеть Какие они Потому что Ну Реально Прикольно Выглядят И заинтриговали И Прикольно Что как бы Игра Пытается быть Разнообразной Но вот эти Уровни Это вот Как в Эртон Джиме Там Где надо Балун Вести Ну Воздушный шаг Взрывающийся Надо вести В конец уровня Чтобы босса Этого Глима Разбить И со всех сторон У тебя ракеты Летят Снизу Там Стреляют Такой Булшит Вообще Мне второй Эртон Джим Как известно Вообще не нравился Особенно в детстве Это прям У меня самая Ненавистная игра Была А первый При этом Одна из Любимых Игр Потому что Ну он классный Кроме того Что и там Вот этот Водяной тоннель Невозможно пройти Вообще То есть я дальше Него Ну в детстве Никогда не доходил И только-только Недавно Еле-еле Прошел Там С сохранениями И мы кстати С братом Точно Я вспомнил Мы когда на дачу Ездили и ноутбук Брали туда То это было круто Потому что Можно было Все делать Реально Там и фильмы И проходить игры И мы Эртон Джима Тогда играли Именно Пытались пройти Именно Ну Hell or Heck Слушали эту мелодию А потом Пытались пройти Водный Тоннель Не Не турбо-тоннель А Down the tubes Считай Турбо-тоннель Этой игры Сколько раз Я этот уровень Уже прохожу Не Кстати Ну Боевая система Не такая уже Плохая Просто Оно Как-то Немного Знаешь Как-то Ну Не то что Обычная Как Неинтересно То есть Нету особого Ну Медленно Так все И как-то Не то что Челленджа нету Ну вот Допустим Сейчас всего Два врага На экране И оно как-то Да Может из-за того Что мало врагов И медленно Все Может дальше Будет больше врагов Но это конечно В данном случае Не весело Да Качество игры Такое На троечку И вот Обидно Оно выглядит Круто На самом деле Вот этот фон Очень такой Объемный И ну Сами Уровни Зимние Это всегда Прикольно Потому что Таких типа Тематических Игр Не так уже Много Я хотел сделать Спешл И жизнь Закончилась О Вот так Я хотел сделать Все умерли Странно что Здоровья нет Но тут Я так понимаю Вместо этого Ох и музыка Сейчас Сейчас Я пытался Громкость добавить Потому что Оно На меню На меню Было громко А тут Нормально Демолишн Демолишн Мэн Еще офигенная Игра Гарбойлз Я хотел поиграть На хэллоуин Или еще как-то На хэллоуин Я хотел поиграть Еще в иммортал И в штормлор Но Норд уже сделал Иммортал И мне не захотелось Потому что Она достаточно Продолжительная Я хотел Что-нибудь Такое короткое Но прикольное Записать Ну Мы благо Записали Zombie Ate my neighbors Это тоже Считается Кстати Я заметил Что тут Всегда Одинаковое Количество Очков То есть Тут невозможно Иначе Никак То есть У меня Всегда В конце Уровня Будет Пять Пятьсот Пятьдесят Вот Вот Пять 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 То есть Она настолько Линейная Что даже Количество Очков Нельзя Другое Никак Набить Как это Лучше Делать Ну ладно Я вроде Как Снизу Тут Болемень О Круто Он Аж Прям В ту сторону Стреляет Сейчас Стреляет Трест Трест Блин Все-таки Я когда держу В сторону То он падает Больше Больше Быстрее Хочу дойти Я хочу пройти Этот дурацкий Уровень С горой С горой С обвалом Кстати Интересно В фильме Был Обвал Мне Вспомнился Какой-то Фильм Который Я тоже Смотрел В гостях Как-то Там Случайно Однажды А Вертикальный Предел Вот Точно Прикольный По-моему Я уже почти Ничего не помню В общем Да У меня с фильмами Такие странные Периоды Когда я Все смотрю А потом Затишье Такое Ничего не смотрю А Сейчас Больше Как затишье Наверное Овцы Так Четыре жизни Класс У меня есть шанс Окей Все Все Собрались И погнали Так Вниз Вверх Вниз Теперь Вверх Вниз Вверх Прыжок Прыжок Прыж Там не совсем Там Окей Так Вниз Вверх Еще две жизни Еще две жизни Нормально Нормально Идем Сейчас Вот этот Один блок Поставили Там Чтоб нельзя Было Окей По одной Стороне Так Вниз О О Так Ну 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 Пры 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 И Совще Восемь Жизней Да Кстати Может Тут Есть Четыре Бесконечные Жизни В таких Уровнях Они Просто Как бы Необходимы Давай Давай О Нет О О Тихо Тихо Прыгай Прыг Прыгнул Сколько Можно Такой Реально Подкаст Потому что Каждый раз Одно и то же Происходит Настолько Линейно Вообще Не Ну Конечно В 30 Фрейш Тоже Но Там Из-за Того Что Разнообразие Врагов То Хотя Б Реально Каждая Игра Немного Иначе Ощущается Медленно Так Все Да Сам Б Я В это Не Играл Конечно Я же У У меня Не Была Такой Проблемы В детстве Когда Типа Я Взял Ну Как Они Говорят Взяли На прокат Игру На выходные И все И с ней Застряли И больше Нет выбора У нас Обмен Был И это Было Хорошо Потому Что Если Что-то Не Понравилось Сходил На следующий День Поменял И все Норм Я Столько Игр Переиграл В итоге Столько Сколько Было В магазине Кстати Я сейчас Понимаю Что На самом Деле Мне Достаточно Редкие Игры Попадались Вот Допустим У меня Есть Экс Ранза Есть Эксперты Ну То Есть До Сих Пор Остались Еще С тех Пор Еще Там Была Куча Таких Которые Я Больше Никогда Ни Не Видел И Сейчас Не Могу Найти Специально Допустим Тот же Демолишн Мэн Или Гаргойл Кстати Тоже Я По Могу Или Я Покупал Где-то Да Я В детстве На самом Деле Больше Было Мест Где Можно Купить Точнее Они Вообще Были Сейчас Вообще Негде Находить Кстати Я На самом Деле Вот Реально Шо Шо А Приобретение Эвердрайва Это Такое Было Спасение В каком-то Смысле Потому Что Находить Картриджи С Играми Это Пропащая Затея Нынче Их Вообще Нет Шесть Сейчас Еще Парочка О Нет Сейчас Так Прикольно Иногда Включаю И Прям Вот Реально Каждый Раз Когда Я Включаю Вардрайв То Прямо Не могу Перестать Играть И Находить Новые Игры То есть Все Время Во что-то Новое Играю Оно Необъятная Такая Библиотека Игр Ааа На Жизнь Дай Ножик Спасибо Вовремя Классно Да Блин Ножиками Своими Кидается О 5-5-5 Да Все Конец Главное Именно Там Получиться Не запутаться Там Такой Момент Есть Когда Ты Не Уверен В Какую Сторон Лететь Бежать Нет 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 Нормально Блин Это конечно Такое Неудобный Момент О Я сейчас Упаду Сюда Это не страшно О Нормально О Все Тот Исчез Окей Все Тут уже Безопасно О Все Погнали Так Сейчас Вниз Вверх Вниз Вверх Потом Вот этот Непонятный Там Такое Запутанное Специально Поставили Чтобы Не помнить Куда Бежать Так Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Прыжок 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 Прыг Прыг Нет 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 Ааа Там не надо прыгать Ааа Окей Там надо бежать Окей Все Я кажется Понял Так трудно Когда много раз Пытаешься это пройти И потом Так Вся боль Я теперь понимаю Да То есть Я проникся Как бы Если бы у меня в детстве Эта игра была Вот так я бы играл С приставки Так Все Переведем дыхание Сейчас мне нужно По-моему вниз Нет Сейчас по центру Будет блок А потом будет Окей Там надо прыгнуть Все Я знаю Сейчас И прыгаем Теперь Ааа Вот тут Прыгаем Прыгаем Ничего Еще Еще две жизни Так Смотри Не Не смотри Окей Смотри Сюда Вниз Сюда Сюда Прыжок Прыжок О Сюда Сюда Вверх Вниз Прыжок Прыжок Все Прыжок Прыжок И прыжок Немного Я прошел Фак Ее Ху Келлен I've got the first case of money And I'm going for the second one You better not lay a finger on Hal Or you'll kiss your money Goodbye Окей Интересно Это с фильма Надо будет Нет Не Не надо Будет Хотел сказать Фильм Посмотреть Снизу Засада Ваа Класс Нормальный уровень Без пещер. А, фак! У меня одна жизнь просто. И континью, по-моему, потратилась. Оу-оу-оу! Я хотел разнообразия, вот, пожалуйста. Ау! Блин, к этим, короче, лучше не подходить. Бис-оу-шит! Покерс! Вау, класс! Ага. Так, блин! Он так быстро подходит. Это как вот и Донован. Знаешь, когда от них... Так! В лицо с автомата просто. Фух, я прошел тот уровень. Вау, тут прикольный фон такой. Ёлки. Это что-то так весело с автомата стрелять. По ним. Как бы оно, ну, имбаланс немного. О, ножик. А, ничего. Ножик, да? Так! О. Это, по-моему, тот, который душит, типа. Сейчас надо этого добить. О, да-да-да. Значит, с блоком. О, ножик хорошо прожимел. Надо не выпускать нож. Ноль жизней! Но! Я хочу до пещер дойти. Надеюсь, континью еще сработать. О! Так, кто-то прыгает, да? Ну, да. О, фак! Так, угадай, что произойдет, реально, с трех раз. Если я прыгну на это бревно, что произойдет? Первый вариант. Бревно останется на месте. Нет. Второй вариант. Бревно утонет. Спойлер. Да. Третий вариант. Оно подпрыгнет вверх, и это будет какой-то секретный уровень. И там сверху будут всякие сундуки со здоровьем, с дополнительной жизнью. Окей, короче, все. Этот бревно, короче, утонет. О! Нет! Вау! Вау! Вот это реально внезапно было. Так, а это... Ага. Сейчас тут... Да блин! И шо, и все? Идти, трю, пошли. Блин, а мне хочется дойти дальше. Я хочу до пещер дойти. Я еще попробую. Я хотел сдаться, но потом перехотел сдаться. Главное, чтобы фотоаппарат не выключился. А то бывает, что батарея садится до того, как успею... А, ну сколько? А, ну еще даже не час. Окей, нормально. Попробую. Я уже запомнил тот уровень. Там более-менее, ну, знаешь, приучился уже. О, еще, я не знаю, но это не совсем относится к этой игре. Кстати, прикольно, что тут они не называют это сложностью, а просто дают возможность поставить жизни. Это как бы разные вещи, действительно. А, я прыгнул и нажал удар рукой. Тут это не работает. Да, блин, вот эти, когда кидают... Ого, хитрый. О, все. С ножом играю, становится автоматически легче. Звуки вот эти, ну, настолько, ну, такой джемс вот это. Ксилофончик. В самом деле, классный инструмент. Мне нравятся вот такие вот, знаешь, ну, звонкие звуки. Не, не, ну, как... Такие полуперкуссионные такие. Ау, как? Ну, ладно. О, сейчас пройду с первого раза вообще. Ладно, нет, я упаду наверняка там на этих пару раз. Так, сейчас прыгнет тут этот ножистый. О. А, да, так вот, я вспомнил еще одну. Это не относится к этой игре, но BattleTech. Я в детстве играл достаточно много, и я его хочу однажды так как-то вот вне контекста просто записать, короче, эту игру. Не ради какого-то там Хэллоуина или еще что-то, а просто потому что прикольная игра. И есть вот такие игры, которые, знаешь, вот они неплохие, или ты в них в детстве играл, но ты их не, ну, прямо они у тебя не любимые игры, а просто как... Наверное, ностальгичные, кстати, пожалуй. Потому что, вот допустим, тот же Demolition Man и Road Rush, это не мои любимые игры, но я в них играл, и иногда хочется просто как-то переиграть. И вот записать их вот так, это как такой предлог в них поиграть, поскольку. И в основном, чтобы, типа, показать эти игры, потому что я все время хочу сделать список, типа, там, топ... Я сначала хотел в топ-10 съемных игр, но сейчас понял, что меньше 30 не получится сделать. И я уже почти собрал этот список, и может даже как-то сделаю, то есть я уже почти готов его сделать. Чтобы было, как бы, знаешь, такое место, где я просто, ну, где рассказываю обо всех играх, по чуть-чуть и показываю, и почему они мне нравятся, и все такое. Потому что, ну, сейчас, вот у меня на канале есть там, по-моему, отдельный такой плейлист, где я только в сеговские игры играю. Я пытаюсь их проходить полностью и записывать, и, типа, как вот, о них рассказывать, параллельно в них играю, что ли. То есть это как мой способ показать мои любимые игры, это пройти их. Дурные, вообще. Как можно так не попасть? А, фак! Тихо-тихо. Накаркал. Тихо-тихо, по ноге попали. О, нет. О! Смотри, у меня опять жизни, класс! Так, все-все, сейчас тут вообще запросто, вообще, тут так легко, тут вообще, я сейчас с первого раза пройду. Нет. Те, кто эти уровни делали, они, знаешь, им же легко, они знают, что и зачем идет, и им кажется, что это все просто очень. Раньше надо было проиграть. Ну, те, кто не играли, тем, как бы, знаешь. То есть, надо реально много раз пройти, чтобы привыкнуть к управлению и всему другому. О! А, вот этот один блок! Ммм, ничего-ничего, мне счастливого времени. Да, я говорил, что я турбо-туннель проходил. Такой, знаешь, каркаю. Уменьшаю свои шансы на прохождение. Так. 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 Все. Еее. Со второго раза. О, класс, теперь у меня будет больше шансов пройти этим уровнем. Так, сейчас нужно автомат срочно добыть, потому что к этому не подойти. О, автомат. Так, 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 так. Ой. Блин. Тихо, тихо. А, ничего. О, подожди. А, это ж... Я думал, у меня 11 жизней добавилось. In your face, motherfucker! Окей. Шесть. Патронов. Класс, тут патронов за три выстрела. В спину. О, вот этого надо... А, блин, на этого надо было патроны... О, надо будет ножик достать. Ну, ну... О, класс. Ножом вообще безопасно. Я, кстати, вот тут насчет бревна не угадал, она не утонула, а может если долго на нем стоит, но я не хочу проверять, но мне кажется То есть, они, наверное, просто не знали, как это сделать А, фак! Вау, хитро Да, там надо было прыгнуть, я просто был не успе... А, блин, случайно на двойное нажатие нажал А, у меня нажание... все еще Они при этом слабые, то есть это чисто для того, чтобы сбросить с бревна Так, тут сейчас будет душитель А, фак, вот эти вот каждый раз ножами меня своими... так, так, кинь никто не нож... о, спасибо Прикольная игра, ну, то есть, вот именно графически там и сеттингом и тот факт, что это петемап, то есть, она неплохая в целом О, фак, душитель Опасный Ого, классно! Ножом так классно! У этой... у Блейз в третьей... о, фак, это что, босс? У Блейз в третьей Streets of Rage тоже, она когда бьет ножом, она очень так, ну, стильно выглядит, такие именно... Круговые движения ножом получаются классно, короче, так, босс А, нет... О, фак, вот тут они будут исчезать, окей Так, то есть, надо, когда она всплывает, прыгнуть, типа, ого Блин! Окей, она ниже немного стоит Последняя жизнь Сейчас она вернула, я начинаю прыгать, потом вот сюда, и вот так! Ах! О! Я просто король льва проходил, поэтому мне такое не страшно О, сейчас будут ножистые, да Как бы непредсказуемо, вообще Так вообще оригинально, точно то же самое место, просто скопировали кусок уровня Подожди, или я сначала играю, я не могу понять Похоже, они реально взяли и уровень просто раздвоили О, ножик, 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 глянь, мне ножик, ножик, ножик! О! Вау, ещё раз, подожди Я что, сначала играю... не, просто они ленингой сильно А! Эх! Да у меня ножик, а, фак! Последняя жизнь, предпоследняя О! Так вот, да, есть игры, которые типа любимые игры, что я прям про них хочу рассказать А есть такие, которые как бы нейтральные, такие на четвёрочку, просто хорошие, но Которые там забываются, и иногда вспоминаешь, и такой, вау, крутая игра Вот Гатфрод Айленд, например, вообще, она действительно очень прикольная Да будет реально записать и показать, типа, чем она хорошая Как оно не обрушивается ещё, интересно? Класс, я дошёл далеко Так, вот это как-будто может утонуть Нееет! Сильно далеко О, нулевая жизнь, блин Ну, опять он, он, он почему-то двойное наш... О! Уф! С этого уровня, о, прикольно Хорошо, континью хотя бы рисует Вау, 6 жизней на этот уровень идеально Правда, это последняя континью, но всё равно Блин, неплохая игра, в целом You're dead, bitch! Ау, fuck! Прикольная игра В целом Реально, когда много времени уделяешь игре, привыкаешь к её особенностям управления К тому, какая медленная анимация там Я имею... Рассказывая об этом всём, имею в виду игру молодой Индиана Джонс Там тоже управление очень сложно привыкнуть к нему О, но когда привыкаешь, то... Остальная игра интересная, действительно Ну как он не попадает по нём так? Вообще уже... О, ножик Наберечь ножик Это мелодия, это же Эртон Джим Ну а тут всего один на этот раз, а? Вот меня убивает тот факт, когда я нажимаю вперёд, а он думает, что я нажимаю два раза вперёд И он прыгает дальше чем надо, из-за этого я в те разы умирал Класс, я дошёл куда-то в этой игре Обычно они такие сложные, вот я вчера джоэл мастер играл, и блин... Босс! И всё! Игра заканчивается там Потому что, блин, они для того и сделаны, наверное, чтобы дальше никто никогда не доходил Просто есть игры, в которых боссы могут быть весёлыми, наверное, мне ещё такие не попадались Если, допустим, сама игра... Если, допустим, спрайт маленький, если ты быстро, далеко, высоко умеешь прыгать И... то есть, у тебя есть возможность уклоняться от его атак Тогда это интересно, действительно Но в основном... Боссы! В основном... ...так сделаны, что... ...от них невозможно уйти, ты сильно медленно двигаешься, сильно много места занимаешь И.. ...они тебя с первого разу убивают И потом надо весь уровень проходить сначала Вот поэтому они мне не нравятся АААААААААА!!! НЕТНЕТНЕТ... Тихо! Тут у меня просто Ножи надо отберечь Эту жизнь Ничего, я того успел повредить О, там ножик А, он роняет каждый раз Когда я по нему бил Ааа, чуть-чуть вниз нажал Так глупо Надо предвидеть, куда она будет лететь О, фак, у меня ножа нет Уже есть Так, дай нож О Кто это там? С ножом похоже Камеру двигай О, а нет Она все живая, я думал конец уровня Я хочу в пещеры попасть А, это вот это место Блин Опять он двойное нажатие Почему? Именно вот Когда не надо, знаешь Там надо нажать вниз Вот тут тоже Вот надо успеть нажать сейчас вниз Теперь прыгнуть О, вот О, нормально Сейчас водопад Сейчас два чувака Пак, он сблокировался Блин, хитрый какой Так, ножик, 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 ножик Ну все Здоровью бы не помешало О, все, костер Нет? Нет О Такой разнообразный уровень В смысле и сами элементы Ну повторяются Так навязчив О, класс Там надо реально нажать вверх Для того, чтобы он не разбежался Потому что О, у меня что-то добавилось Похоже у меня за 100 тысяч очков Отдали одну жизнь Так Все меняет Хватит уже Все Костер О, у него автомат А Эх А, еще водопад Ну сколько можно? Окей Еще главное, чтобы не было двух водопадов Это было бы издевательство О, фак Босс Хелдон О, класс Автомат поможет Попрыгай мне тут Он напоминает Доктора Санна Че, не у здоровья не отнимается? Эм Это странно А, у него его, наверное, сильно много Да, но его не повреждает Блин, хитрый Он блокируется Фак Ничего, у меня еще жизнь есть А, фак Оу Восстанавливается здоровье Блин, ему надо пройти на одной жизни Это слово О, удар ногой вроде как действует Факинг боссы Как я не нафакинг вижу боссов Зачем? Я хочу просто дойти до каких-то других уровнях Не только Ну тут, наверное, все будут зимние Но хотя бы там, знаешь У него здоровье вообще не отнимается Так, если просто бить О, окей Если к нему близко подходить Хотя бы не прыгает Надо держать его туда О, окей, окей Это хороший атакт Фак 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 У меня нет здоровья И жизни Могут Фак Смало Фак Знаешь что, я пытался Дальше У меня не хватает Там просто опять эти водопады Такие огромные уровни Одинаковые Я не могу Я... Я хотел дойти до пещер О, я знаю Я сейчас буду ничего не нажимать Я посмотрю как Ну как в демо режиме будет По пещерам бегать Потому что сам я туда не дойду никуда Хоть что-то Посмотрим фильм Cliffhanger О, это вроде... А, нет, это первый Анимация вообще такая дурная Такая музыка Типа фанфары такой, Индиана Джон О, это что, бумеран? А, это костюм Они показывают только самый первый уровень Хотя... О, а он тут достаточно быстро пере... А, нет Может тут можно вперёд-перёд нажимать И он быстрее... О, вот так вот, смотри, он быстро перемещается Так там можно, получается, ускоряться Вау Демо помогло даже Вот сейчас пещеры будут... Ну, посмотрим пещеры и всё, я выключаю Потому что это невозможно Этот босс, естественно На боссе все игры заканчиваются Сейчас он тоже не сможет, смотри Он реально позже, чем надо, примерно О, нет, кстати, они даже подсказывают правильно Вау Такие, знаешь Типа... О, нет О, нет, всё-таки Перед самым фейлом Выключение Так, давай уже пещеры Я уже выключаю Сколько можно? Коман Коман А вот пещера Вау Так темно именно А, и там ещё и столоптиты И возле края, вон, главное, останавливаются Прикольно Эх, я бы вот тут походил А, летучие мыши там, наверное, вниз отходили О, да Ха, без тени, непонятно, где они Эх, я бы тут побегал Ну, всё Я пытался Выключай Субтитры сделал DimaTorzok